В четверг, 4 числа мы рады приветствовать вас, дорогие крымчане, и желать вам доброго утра и хороших новостей. Мы сдержали свое слово и снова встретились с вами в эфире «Утро нового дня», чтобы поднимать вам настроение. Для вас в прямом эфире работают Салия Салямова и Александр Ткачев. А работаем мы на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». И мы рады вам рассказать самые актуальные и самые интересные новости, которые произошли за последние сутки. В данном случае я передаю слово тебе, Саля. Но ты передаешь слово мне, а я передаю слово уже своим коллегам с телеканала «Крым-24», которые в эти дни для вас искали только самые интересные новости. И они готовы о них рассказать, а уже я готова их озвучить. Итак, что же было последние 24 часа? Запрет на строительство, изменение ландшафта и использование химикатов. Теперь эти ограничения действуют в восьми новых охранных зонах памятников природы. Их установил глава республики Сергей Аксенов. Особо ценные леса, гроты и пещеры находятся в разных регионах полуострова. В каком состоянии они сейчас, оценил Дмитрий Попов. Зачистка ствола, загнивание, здесь запущенный вариант. Весна. Время приводить растения в порядок. У садовника Веры Горбатюк в детском парке много хлопот. На очереди Дубдулицкого. Последний раз его обрабатывали три года назад. Дуб попал в список памятников природы республиканского значения. Этот род деревьев растет медленно, годами и даже веками. Поэтому определить его возраст трудно. Этому дубу сто лет. Я думаю, он такой, древний, где 300 я бы дала. На самом деле, ему пять веков. И это не предел. Дуб еще в расцвете сил. В природе такое дерево может расти тысячу лет. В высоту достигать 20-этажного здания. Это в два раза меньше. И растет оно сейчас в основном в ширину. Обхват 5 метров. Отныне это зона охраняемая. Рядом нельзя возводить любые сооружения. Запрещено использовать для обработки химикаты. Сейчас дерево задекорировано. По этому поводу руководство парка ведет переговоры с профильным министерством. Проясним для себя ситуацию. Можем ли мы оставить вот эти красивые шары, декоративную подсветку, русалочку. Позволительно ли это в контексте охранного дерева. В список охраняемых зон попал и волчий грот возле села Донской Симферопольского района. Пещера карстового происхождения. Археологи предполагают, что это место стоянки первобытных людей. Обзор из грота хороший. Вход узкий и незаметный. Прятаться здесь было удобно. А вот на тесноту наверняка люди, которые проживали в этой древней квартире, не жаловались. Ведь ее глубина 15 метров. Долго жить в таких условиях было неудобно. Слишком холодно. Во время раскопок здесь обнаружили кострища. Останки животных, в том числе мамонтов, древние орудия труда. Специалисты предполагают, в гроте мог быть цех по их изготовлению. Оставляют здесь о себе следы и современники. Например, здесь был Коля. Видимо, он хорошо покушал. А если пройти чуть дальше, можно насладиться современной живописью 2000-х годов. Я бы назвал эту картину охота на слонов. Теперь охотиться будут на таких творцов. В охраняемой зоне это наказуемо. Любой ущерб памятнику природы карается штрафом. Для физических лиц от 4 тысяч, для юридических лиц от 300 до полмиллиона рублей. На территориях охраняемых зон разместят предупреждающие знаки. Эту работу проведут в ближайшие месяцы. Виндри Попов, Алексей Староженко, Новости 24. Рекордные 500 гектаров новых виноградников заложат севастопольские аграрии. Это почти в два раза больше, чем в 2018-м. Посетила поля и узнала новый метод высадки наш собственный корреспондент Анастасия Соснина. На этих полях закладывают первые 40 гектаров новых виноградников. За процессом следит Леонид Белый. Он агроном более чем с 30-летним стажем. Использует особую технологию высадки. Мы садим 4400 саженцев на гектар. В два раза больше, чем при обычной формировке двуплечья кордона или одноплечья кордона. И для чего? Для того, чтобы меньше дать нагрузку на куст, получить более высококачественный виноград. Виноград высаживают через каждые 90 сантиметров. Используют технику. Но и безручной работы не обойтись. Берем отсюда и ставим сюда, на машинку. Она прижимает зажим, доходит туда и она открывается зажим. И дальше то же самое. Если, допустим, я не успел и пропустил, сзади идет один человек и подсаживает. К сезону подготовились основательно. Предприятие закупило около 2000 высококачественных саженцев из Сербии. Саженец состоит из двух частей. Нижняя – это подвой. Она вместе с корнем находится в земле. Верхняя – привой. Ее обрабатывают специальным воском, чтобы саженец не пересох. Почки в них уже созрели. И первые лепесточки появятся через 2-3 недели. Урожай соберут через 3 года. Все это время за виноградниками будут ухаживать, обламывать и подвязывать лозы, поливать, бороться с вредителями. По такой же технологии будут работать и другие предприятия города. Их поддерживают на государственном уровне. Если говорить о цифрах, это порядка 330 миллионов рублей. Субсидируется закладка новых виноградников, субсидируется приобретение сельхозтехники, субсидируется поддержка малых фермерских хозяйств. Для развития сельского хозяйства в Севастополе разработали ряд инвестиционных проектов в планах строительства объектов винного туризма. Это даст возможность увеличить поток отдыхающих в регионе. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Такой была информационная картина глазами наших журналистов-корреспондентов. Ну что же, воистину добрые новости прозвучали. Они радостны для каждого крымчанина. Ведь и охрана наших достопримечательностей, и прекрасные наши виноградники слагают гордость нашего солнечного полуострова. Но я предлагаю от этой темы перейти к теме наших коллег, которые прямо сейчас с нами на связи. Мы связываемся с радийной студией, что они нам расскажут. Доброе утро! Прямое включение с нашими коллегами с утра. Доброе утро, коллеги! Доброе утро! Доброе утро, коллеги! О чем мы рассуждаем в столь утренний ранний час? Ой, у нас очень много интересных тем, но одна из них это касается театралов. Несмотря на то, что на прошлой неделе они отметили свой профессиональный праздник, празднуют они до сих пор. И будем говорить о очень почетной премии, которую я называю «Оскар по-крымски, золотой грифон», которую недавно вручали всем работникам. Миля, вот хорошая тема, хорошая тема. А у нас дорогие дураки. У нас всегда, да. Ну, не будем обобщать. Нет, знаешь, у нас тема немножко не дорогие дураки, у нас другая есть такая всероссийская тема, она называется так «Воруют». Да. В общем, вы понимаете, о ком мы и о чем мы говорим сегодня. Оскарговали, как закрутили. Ой, ну да ладно, можно подумать, непонятно, о чем мы говорим сегодня. Очень понятно. По свежим следам. Да, хорошая тема. Мы говорим о детском курорте Евпатория, что с ним сейчас происходит, что с ним будет дальше. И будет происходить. И кто же этим городом в ближайшее время будет руководить. Спасибо, коллеги, удачного эфира. Удачного эфира. Пока. Ну что же, мы двигаемся дальше по волнам эфира. Конечно, мы двигаемся дальше. И дальше мы будем говорить уже о синаптической картине, о том, какая погода ожидается сегодня. И, возможно, кто-то захочет поехать в Евпаторию и там своими глазами увидеть, насколько он готов к курортному сезону. Вот для этого следующая рубрика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну что же, у меня есть прекрасная новость. Дело в том, что буквально вчера открылся 23-й чемпионат официальной Крымской лиги Международного союза КВН. Прошел он в музыкальном театре Республики Крым и собрал более чем 19 команд со всего полуострова. Важно отметить масштабность мероприятия, потому что оно проходит под эгидой главы Республики Крым Министерства образования, Министерства культуры и Министерства информации. Очень масштабное и яркое мероприятие, которое, конечно, не прошло мимо глаз наших корреспондентов. Но самое главное, еще стоит отметить, что, конечно же, не один день продлится этот фестиваль. КВН можно будет посетить в течение нескольких дней. Там, как ты уже сказал, выступит 19 команд со всего Крыма, да и не только с Крыма. Поэтому я думаю, что будет очень интересно и самое главное, очень весело там будет. Наш корреспондент Ольга Литвиненко побывала там вчера на открытии и готова рассказать вам и поделиться своими впечатлениями в следующем сюжете. Сегодня стартует новый сезон официальной Крымской лиги Международного союза КВН. Фестиваль распределит участников для дальнейших игр. Зрителям покажут юмористическую борьбу 19 команд. В Астроуме соревнуются команды со всех регионов полуострова. Но вместо того, чтобы облегчить им задачу, мы устроили разминку некоторым. А я вам задам такой вопрос, как быстро выйти замуж и найти мужа. С юмором подойдите к этому. Значит, у нас очень плохо с разминкой. Как быстро выйти замуж? И где найти мужа? В нашем случае никак. В Джанко невозможно выйти замуж и найти хорошего мужа. Готовились команды к игре по-разному, но главное с юмором. Женская сборная Таврической Академии Мини-Вернацкого «Уж замуж не терпешь» только прилетела из Москвы. Кто в вашей команде является генератором шуток? Ирина. На самом деле, каждый человек привносит в нашу работу какие-то шутки, какие-то идеи. Но всем этим процессом руководит наш капитан Аня. Угу. Через которую проходят все эти шутки. Она отбирает что да, что нет. Шутки шутками, но завоевывают зал команды эпатажными нарядами и индивидуальным стилем. Эти костюмы были придуманы давно. И вообще у нас как бы коллаборация «Мизик Сейф» и «Уж замуж не терпешь». Страсти не стихают ни на сцене, ни в кулуарах. Но настраиваются на игру все по-разному. Прямо сейчас в гримерке бурно идет обсуждение предстоящей игры. Команда, скажите, пожалуйста, как вы называетесь и волнуетесь ли вы? Мы называемся команда КВН «Да ладно». Ну, естественно, волнуемся. Старт сезона все-таки. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Волнуемся. Да, волнуемся, конечно. Я думаю, что артист перестает быть артистом, если не будет волноваться. Способы побороть волнение перед ответственным моментом у каждого свои. Но в одном участнике сходится единодушно. Именно чувство ответственности помогает достичь наилучших результатов. Скажите, вы, как бывало, КВН-щица. Есть ли у КВН-щиков какие-то приметы? Приметы? Перед игрой чего нельзя делать или что лучше? У каждой команды она своя. То есть каждая команда что-то делает перед игрой, какие-то таинства, возможно. Но чаще всего это не разглашается, потому что это такое очень интимное действие. У меня была примета, что если я перед игрой не покашляю, сильно не покашляю, тогда игра будет плохая. На этой сцене юмор особенный с крымским колоритом. Потешаются и над чебуречными на набережных, и над курортными романами в летнее время. И актуальна даже тема запуска железнодорожной части Крымского моста. Рец, рец, шпак, шпак, едет поезд запоздалый. Все-таки едет, едет! В общем, все, чем мы живем, КВНчики отражают в игре. Крым — это, в первую очередь, новый, скажем так, снова новый регион для России. И мне очень приятно, что на самом деле это не так сильно муссируется, потому что здесь есть своя жизнь, свои темы, это и курорты, и города, и местное правительство, что тоже интересно. Реформы такие, как у вас подорожали сейчас вот проезды, например. То есть тема, есть своя актуальность, есть вечная актуальность. Следят за всем миром и следят за Крымом, в принципе, поэтому прикольно. Мы знаем, что Крымский КВН набирает большие обороты и стремительно развивается. Чего вы ждете от сегодняшней игры? В первую очередь я жду позитива. Как говорят, у нас игра удалась, чтобы эту фразу в конце сказали все члены жюри. И в целом по развитию КВН я думаю, что мы выйдем на какие-то новые уровни, и крымские команды будут вставлены на самых высоких уровнях, и в том числе в телевизионных лигах КВН. А какой КВН без позитива, тем более, что на кону такие призы? Частота юмора здесь зашкаливает. Индикатор этого — зрительские аплодисменты. Для многих команд главная не победа, а участие и возможность развиваться. А для зрителей главный подарок — искрометный крымский юмор. Ольга Литвиненко, Андрей Псом. Утро нового дня. Ну что же, а тем временем Симферополь готовится к большому празднику. 75 лет прошло с того момента, как наш славный город освободили от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия стартуют 11 апреля, и в этот день состоится церемония возложения цветов у памятного знака на улице 51-й армии. Также будет проведен митинг, панихида и возложение цветов в честь всех погибших в Великой Отечественной войне. А 12 апреля у памятника партизанам и подпольщикам Крыма состоится митинг и также возложение цветов. В этот же день будет организована работа полевой кухни. Ну и все крымчане могут посетить выставку оружия времен Великой Отечественной войны. 13 апреля в 8 утра на железнодорожном вокзале Симферополя мы готовы будем встретить знаменитый поезд Победы. Также в этот день пройдет возложение цветков, цветов и букетов к великому нашему прекрасному памятнику в Гагаринском парке. Ну и 17 апреля также состоится торжественное открытие военно-спортивной игры Победа. Стоит отметить, что эта игра проводится у нас в Крыму впервые. И принять участие в ней может абсолютно каждый. Ну и конечно же в рамках всех мероприятий также в этот день будет возложение цветов у всех мемориалов. Такими вот масштабными мероприятиями наши городские власти чествуют память героев. Мы тоже любим вспоминать и героев, и события, которые прошли в этот день много лет назад. Хронограф наш следующий сюжет. 4 апреля – Международный день интернета. За дата праздника выбрана не случайно. Если присмотреться, можно заметить, что ее отображение в цифрах очень напоминает ошибку 404. Страница «Не найдено», имеющая прямое отношение к будням веб-мастеров и пользователей интернета. Международный день настройщика фортепиано – одного из наиболее распространенных музыкальных инструментов в современном мире. Несмотря на это, специалистов, способных обеспечить идеальное звукоизвлечение из фортепиано и рояля, мало. Профессия очень ценится, ведь мастер должен иметь не только навыки ремонта инструмента, но и хороший музыкальный слух. 4 апреля 1147 года в летописях впервые поминается Москва, тогда небольшая крепость в лесах северо-восточной Руси. В этот день ростово-суздальский князь Юрий Владимирович Долгорукий устроил там великий пир в честь князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. В этот день, в 1856 году, начались приключения самые редкие из когда-либо напечатанных марок – марки колонии Британская Гвиана, сегодня Кооперативная Республика Гаяна. Этот раритет был кустарно изготовлен в типографии в единственном экземпляре, чему способствовало опоздание корабля из Лондона, который привозил почтовые принадлежности для колоний. Считается, что именно 4 апреля 1896 года на канадской регионе Юка началась золотая лихорадка. Толпы авантюристов потянули сюда после сообщения об обнаружении россыпи драгоценного металла. 4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил витамин С. Это вещество играет основную роль в образовании коллагена, который необходим для роста и восстановления клеток, тканей, десен, кровеносных сосудов, костей, зубов, а также способствует усвоению организмом железа. Ученый получил витамин из лимонного сока, а вообще богаты не только цитрусовые ай, некоторые ягоды и зеленые овощи. 4 апреля 1949 года в Вашингтоне представители 12 европейских североамериканских государств подписали Североатлантический договор, что стало датой создания НАТО. Изначально членами военного альянса стали США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, Люксембург и Исландия. Международно-политическая и военная организация расширялась 7 раз. Россия не является членом НАТО, но сотрудничает с организацией по ряду направлений. Ну что же, самая интересная новость, на мой взгляд, была про витамин С. Дело все в том, что, как ни странно, наиболее богатые этим продуктом картофель и капуста. Но мы поговорим от овощей, вернемся к темам углеводородов и говорим о топливе. Цены на топливо сегодня. Итак, газ. 1 литр газа сегодня равняется 27 рублям и 96 копейкам. Дизельное топливо 51 рубль и 32 копейки. 92-й бензин 47 рублей 21 копейка. 95-й 50 рублей и 42 копейки. И 98-й бензин 56 рублей 59 копеек. Ну а теперь вернемся к теме валют, потому что, как мы знаем, цены на топливо всегда очень тесно привязаны к валютам. Итак, доллар на сегодня равняется 65 рублям и 47 копейкам. Евро – 73 рублям и 31 копейки. За последние сутки доллар поднялся в цене порядка 30 копеек, а евро, наоборот, сдал в позициях и потерял порядка 10 копеек. Таковы валютные новости на сегодня. Саша, ну сейчас я бы хотела тебе задать такой необычный вопрос, он тоже касается денег, так что мы посленно продолжим эту тему. Ты слышал что-нибудь о зарплатном рабстве и знаешь, что мы в нем находимся? Конечно, наслышан. Дело все в том, что очень часто работодатели навязывают своим подчиненным тот или иной банк. Это вот это и называется зарплатное рабство. Абсолютно верно. Но я еще немножко расширю и добавлю, что оно касается также того момента, когда, например, мы снимаем деньги с банкомата, и у нас отчисляется небольшая комиссия. Ну, в принципе, мы не обращаем на это внимания, нам кажется, что это небольшой процент, который в итоге накапливается. Вот это и является также зарплатным рабством. И Федеральная антимонопольная служба, она предложила отменить зарплатное рабство, отменить комиссии, чтобы они не снимались. Банкиры, кстати, против. Их можно понять. Ну, разумеется, против. Барыши. Копейка рубль бережет, там копейка, там копейка, того и гляди, миллион появится лишний. Своего рода тоже, наверное, можно назвать в какой-то степени мошенничество. Ну, они, конечно, это не так объясняют, что они будут меньше получать. Они говорят, что просто все эти расходы лягут на банковские организации, что все это очень неудобно, перестраивать систему, что отсюда пойдут и кредиты. В общем, развили тоже эту тему достаточно серьезно, но нас не запугать. И оперируют также тем, что на самом деле, если люди сильно хотят, то могут перейти абсолютно безболезненно от одного банка к другому и получать зарплату в другом банке. Но мы-то знаем, что не все так просто. Да. Но, кстати, вот говоря о деньгах, Саша, представляешь, недавно меня взломали в социальной сети, где от моего имени просили 79 тысяч рублей. Хорошо, что мои друзья знают, что такую сумму я явно не буду просить. И не поверили, сразу стали мне звонить. В общем, мошенник. Я был свидетелем этого группы. Да, тебе тоже пришло сообщение. И ты мне не перечислил деньги, Саша. 79 тысяч, я боюсь, это... Многовато. Многовато. Но, знаешь, в некоторых случаях просят намного меньшую сумму, и люди верят. К сожалению. Следующий сюжет, который подготовили наши корреспонденты, как раз о таких случаях. Давайте обратимся к сюжету нашего корреспондента Татьяны Балыкиной. Вау, по-моему, я выиграла миллион. Или нет? Кажется, что в такие сказки давно уже никто не верит. Но не тут-то было. В последнее время участились случаи мошенничества через СМС, звонки и сообщения в социальных сетях. Сломышленники придумывают хитроумные схемы, а доверчивые граждане верят им. История с выигрышем только один из множества вариантов. Кому-то пишут о приятных денежных бонусах и ценных подарках. Другим сообщают неприятное известие. Тщательно готовят заранее. СМСка с просьбой о помощи, предупреждение, что с вашей карты списаны средства, уведомления о странных платежах и переводах. На такую уловку попала и Левиза Люманова. Пишут, пришло сообщение однажды, что «Добрый день, Левиза, ну прям по имени, ваша фотография на такой-то ссылочке». Один раз нажала, потом с моего номера телефона снимали деньги, и получается отправляли по всем моим знакомым. Ситуацию исправила только замена сим-карты, но потерянных денег это не вернуло. Пытались обмануть и Варвару Горбачеву. Но бдительность не подвела. Обман девушка почувствовала сразу. «Размещала объявление на Авито, и там мне написали, мне неудобно разговаривать через Авито, давайте вот моя ссылка ВКонтакте, давайте там переписываться. Ну естественно, я не нажала, заблокировала, на следующий день в новостях узнала о том, что это было крупное мошенничество по Краснодарскому краю». Обмануть могут любого. Жертвой подобной аферы стала и дочь Тамары Кнышевской. Она тоже лишилась своих кровно заработанных. «Сказали, что отправили какой-то там запрос, и неправильно указали свой номер. Ну и сказали, продиктуйте код». Она продиктовала код, а потом, оказывается, денег не стало. Чаще всего цель злоумышленников – деньги. Им не важно, каким способом их получить. Главное – побыстрее, чтобы жертва не успела сообразить, что ее разводят. Взламывают персональные страницы в социальных сетях и делают массовые рассылки по друзьям. Если получают обратную связь, проводят индивидуальную обработку. Защитить себя от обмана можно, только проявив бдительность. «Написал друг, попросил денег занять. А я ему задал наводящий вопрос, и он как бы спалился, что это не мой друг. И я, конечно же, ничего не отправил, денег никаких». В соцсетях просили о помощи, скинуть деньги знакомым. Но я сразу понимала, что это какой-то развод, и скорее вскоре эти страницы блокировали. «Знакома с такими вещами, и рассказывают, и пишут в газетах, поэтому не реагирую на такие предложения». «Моя подруга писала мне, мол, дай мне свой номер, идет смс, сказки мне пароль, и все такое. Дальше, чем дать свой номер, я не пошел». С такими махинациями в наше время сталкивался каждый второй. Под прицел мошенников попадают люди разного возраста. Ведь когда приходит просьба о помощи со страницы близких, сомнения возникают редко. «Жертвами аферистов становятся либо пожилые люди, либо наоборот, достаточно неопытные молодые люди, подростки, которые оказываются мишенью для хороших психологов. В случае, если в отношении вас были совершены мошеннические действия, нужно не откладывая обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить на номер 102». И, конечно, перепроверить информацию. Если звонили или писали со страниц знакомых, не паникуйте, свяжитесь с ними лично. То же самое и с банком, пенсионным, налоговым фондом, любым официальным учреждением. Ни в коем случае не переходите по непонятным ссылкам, которые вам присылают. Никому не раскрывайте персональные данные. Будьте бдительны, тогда и аферисты не смогут вас одурачить. Татьяна Балыкина, Руслан Князев. Утро нового дня. Будьте бдительны, дорогие крымчане, ведь мошенники не дремлют. Не дремлют, это точно. Салия, скажи, 100 – это много или мало? Ну, знаешь, Саш, если развивая дальше предыдущую тиму, если бы мошенники попросили 100 рублей у меня в интернете, конечно же, я бы сказала, это много. То есть зависит от чего, что именно 100? 100 сортов иностранной селекции будет представлено в этом году на прекрасном параде тюльпанов, который откроется в Никитском ботаническом саду уже совсем скоро, 10 апреля, соответственно. Да, это действительно уже очень скоро. Но я хочу сказать, что будут удивлять не только сортами тюльпанов, не только иностранными сортами, но также и нашими своими отечественными. Я знаю, что было высажено около 100 тысяч луковиц. Абсолютно верно. Суммарное количество сортов, это имеется в виду разных оттенков бутонов, 506 видов, колоссальное количество. И, конечно, уже прямо сейчас эти прекрасные цветы стали распускаться, и все желающие могут посетить уже, не дожидаясь, собственно, открытия парада. Хотя, конечно, самые интересные события произойдут именно в этот день, в день открытия. Но, Саша, ты знаешь, вот когда ты начал рассказывать, перечислять, озвучивать все эти цифры, рассказывать о том, как это будет выглядеть, сразу себе представила, сразу вспомнила, когда я сама была на параде, какой это ковер из цветов. В общем, там просто утопаешь. Обязательно посетите, это еще и хорошая цветотерапия. Однако, до выставки, до официального ее открытия осталась почти неделя. Но вот что можно сделать прямо сегодня, как развлечь себя и дополнить свой культурный досуг, в нашей следующей рубрике. Сегодня в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького комедия «Осторожно, тетки». События разворачиваются вокруг двух симпатичных пенсионерок в старинном особняке в центре провинциального городка. Они пекут пирожки и ждут в гости племянника. И вдруг в их жизни начинают происходить удивительные события. Какие? Узнаете в 19.00. Продолжительность спектакля 2 часа 35 минут. В кинотеатрах премьера. Приключенческая комедия «Шазам». 14-летний подросток Билли Бэтсон становится супергероем во взрослом теле. Чтобы перевоплотиться, нужно всего лишь произнести заветное слово «Шазам». В душе он все равно остается ребенком. И чтобы сразиться со смертоносными силами злого доктора, ему придется обрести контроль над своими способностями. Время сеанса вы можете выбрать сами. На большие экраны выходит мультфильм «Потерянное звено». Исследователь мифических персонажей Сэр Фрост находит настоящего Йетти. То самое недостающее звено, что связывает человека с его предками. Дружелюбный великан – последний из своих сородичей. Удастся ли пушистому обрести семью? Время сеанса вы можете выбрать сами. Трогательная сказка от легендарного Тима Бертона. Дамбо – необычный слоненок с большими ушами. Повод для шуток оказывается подарком судьбы. Малыш умеет летать. Предприимчивый директор цирка, желая заработать, делает его главной звездой. Какие тайны и опасности скрываются под куполом сказочной страны? Смотрите на большом экране. Премьера. Все, о чем мечтает Мия – покинуть африканскую степь и вернуться в родной Лондон. Но ее новый дом – львиная ферма, которой владеют ее родители. Жизнь круто меняется, когда на ее плечи падает забота о маленьком белом львенке. Герои становятся неразлучны. И в час опасности девочка решает сбежать, чтобы спасти своего друга и найти ему новый дом. Время сеанса вы можете выбрать сами. Ну вот только что в нашей рубрике мы рекомендовали крымчанам прийти в театр. Но стоит отметить, что театр пришел к нам в лице Нины Петровны Пермяковой, председателя комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Государственного Совета Республики Крым. Доброе утро, Нина Петровна. Доброе утро вам. Золотой грифон – такая прекрасная премия и такое символическое название. Оно связано с Крымом? Ну, конечно же, грифон – это символ Крыма, на гербе на нашем находится. Ну а золотой, потому что это лучшее, это блестящее должно быть в полном смысле слова. В общем, мы остановились на этом названии. Нина Петровна, ну вот я сегодня уже сказала, даже сравнила с Оскаром. Я сказала, что это Оскар по-крымски. Это действительно так? Это же очень престижная премия для театралов. Конечно, конечно. Вы абсолютно… Ну, Оскар – это у них там Оскар. А у нас золотой грифон. И для нас это высшая награда крымская. Кто уже вручали? Скажите, кто может получить такую прекрасную премию? Кто уже получил? Получил, да. Состоялась уже церемония вручения в понедельник, 1 апреля. Правда, это был день смеха, но мы работали по-серьезному, потому что несколько месяцев проходил конкурс. Я, наверное, скажу о том, что в нем приняли участие 9 театров, 5 театров крымских и 4 театра из города Севастополя. Ну и, конечно же, премию получили самые лучшие. Уже премия эта проходит в третий раз. И, конечно же, мы отсмотрели 16 спектаклей. Вот впервые в этом конкурсе принял участие крымско-татарский музыкально-драматический театр. Мы этому очень рады. Впервые успешно? Ну, конечно, успешно. Впервые. И когда там, по-моему, три награды, если мне не ошибает память, не получили, это очень достойно. Вообще мы получили огромное удовольствие от спектакля, потому что зал был переполнен, а показывали они женитьбу Гоголя на крымско-татарском языке. Все было очень легко, понятно. Но самое главное, что нам понравилось, дружелюбие зрителей, которые нам подсказывали, если что-то они видят, что мы что-то немножко не поняли, слово какое-то они нам переводили. В общем, такое интересное было событие. Мы очень впечатлились. Сколько всего наград было роздано? Вообще 18 номинаций. Естественно, что в каждой номинации где-то было по 3-4 представителя. То есть мы отбирали лучшие. Очень много было споров, конечно же, потому что много достойных актеров. Это радует. Но, конечно же, нас интересует, какой спектакль стал самым-самым лучшим. Ну, у нас два лучших спектакля. Взрослый спектакль вообще лучший и спектакль для детей. И еще Станиславский Константин Сергеевич говорил, что для детей нужно играть так же, как для взрослых, только лучше. Поэтому нельзя сказать, что вот я считаю, что достойных было несколько спектаклей. Но победил, конечно же, театр Луначарского. Это уже не первая их победа. Это действительно очень серьезный, хороший, стабильный театр с прекрасным режиссером главным. Ну и, наверное, нет сомнений, кто среди детей, для детей работает. Это Международный Центр театрального искусства «Золотой ключик». Сразу же сделаю оговорку, что в обсуждении спектаклей и номинаций именно касательно «Золотого ключика» я участие не принимала. И также поступали мои коллеги, члены экспертного совета, касательно их театров. Да, вот стоит, наверное, нашим зрителям разъяснить, потому что вы являетесь создателем этого. Конечно, да. Скажите, а кто еще входил в жюри? В жюри у нас входили Владимир Косов, главный режиссер музыкального театра, Юрий Хаджинов, актер и режиссер театра имени Горького, Людмила Ростенко, главный художник театра «Кукол», Людмила Абуховская, известный наш журналист, которая в области культуры работает, искусство. Были два представителя из Севастополя, тоже очень известные журналисты, тележурналисты. Мы очень с ними сдружились. Людмила Маркина и Елена... Ой, фамилию, боже мой, такая интересная фамилия. Вообще человек такой удивительный. Ну, я волнуюсь немножко, да. Не волнуйтесь, все хорошо, ничего страшного. Ну, а вот что касается актеров, кто стал самым лучшим или лучшей, наверное, тоже было очень много претендентов. Да, претендентов было много. Вообще спектаклей было много таких, о которых разворачивался как бы спор у нас. Это не только, естественно, «Золотой ключик» и театр имени Луначарского. Это и театр «Флота», это и «Тюз севастопольский», это и наш театр «Кукол», это и музыкальный театр. То есть вот оно, мы спорили, мнения были разные, но всегда побеждает тот, кто больше набирает баллов. Кто громче спорит. Да, но Ильдар, естественно, художественный руководитель Крымского театра, он стал лучшим актером. Дарина Шарпила, которая сыграла роль собаки в спектакле «Собака», студия 22, «Центр Золотой ключик» театральный, это главная женская роль. Вообще хочу остановиться на этой актрисе, не потому что она актриса «Золотого ключика», а потому что вот по поводу Дарины спора не было вообще. То есть все единогласно согласились, что она номер один? Ну, просто сразу. Во-первых, и спектакль, я видела, как он потряс членов жюри, потому что впервые в Крыму поставлен спектакль по произведениям грузинского автора «Нудара Думбадзе». И это потрясающая такая история, очень психологическая, очень жизненная. Там хорошо подобрана музыка. Ты сразу, вот ты действительно оказываешься в Грузии. Причем там текст прописан, грузинский актер из Тбилиси, тот Андрей Пермяков с ним связался, и он начитал текст. То есть вы представляете, это такая вот работа, которая там у нас была частичка Грузии. И удачная очень работа. Причем Андрей, он художественный руководитель постановки, а Лилия Муслединова, режиссер этого спектакля, вот такой вот симбиоз получился у нас. И, конечно, Дарина Шампира играет собаку. Собаку, да. Вот ты веришь, что это собака. Настолько перевоплощение. То есть все главные действия вокруг собаки разворачиваются. Конечно, да. И это не комедия. Нет, нет. Это психологическая драма, да, очень серьезная. Это во время войны происходит. И, в общем-то, отношение к животному, то есть человеческие взаимоотношения, вот все это показано, переплетается в этом спектакле. Я хочу сказать, что там слезы, там плачут не только дети, не только женщины, но и мужчины. Скажите, а кто может... Глубоко трогает очень. А кто может поучаствовать в этом конкурсе? Ну, так как это высшая театральная премия Крыма среди профессиональных театров, то профессиональные театры, конечно же. Да. И студия 22, мы скоро получим статус профессионального театра юного зрителя, но это коллектив, в котором работают профессионалы, то есть люди с профессиональным образованием. И на основе студии 22 сейчас у нас будет открыт театр юного зрителя профессиональный. Инна Петровна, осталось буквально 30 секунд нашего диалога. Пожалуйста, дайте какое-нибудь напутствие всем молодым актерам, которые в следующем году обязательно поучаствуют в следующем сезоне. Это напутствие будет касаться не только молодых актеров, наверное, всех наших театров. Я просто призываю наши театры и актеров молодых серьезно относиться к своей профессии. Очень много работать нужно над собой, конечно же. И не упиваться своими достижениями, а идти дальше. И обязательно экспериментировать, потому что без эксперимента не может быть живого театра. Это мое убеждение. Поэтому работаем, мы знаем, для кого мы это делаем, для нашего Крыма, для наших дорогих зрителей. Поэтому успехов всех творческих и хороших начинаний. Спасибо, очень хорошее напутствие. Действительно, очень важные слова прозвучали. Ну а я напомню, у нас сегодня в гостях была Нина Петровна Пермякова, председатель комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Государственного совета Республики Крым. Большое вам спасибо. Ну а мы двигаемся далее и далее Крым Онлайн. Сюжет, в котором мы рассказываем, о чем же говорит крымский сегмент интернета. Серьезная авария случилась на мосту над Евпаторией. По неизвестной причине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. От удара о фуру передняя часть машины разлетелась на куски. По словам очевидцев, есть пострадавшие. Столкновение не удалось избежать и на Белогорской трассе, около поселка Крымская Роза. По всей видимости, на этот раз дорожное полотно не поделили два большегруза. Информации насчет пострадавших пока нет. В сети по этому поводу разгорелся настоящий спор. Одни пишут, что трасса неудобная и аварийная. Другие пеняют на невнимательность и безответственность водителей. Берегите себя и окружающих. Ямы на дорогах – актуальная для полуострова тема. Правда, теперь это касается еще и пешеходных зон. В сеть попали фото разбитого асфальта в Гагаринском парке. Интересно, что послужило причиной такой недолговечности покрытия, пишут пользователи. Куча мусора на полу абонентского отдела. Не такую картину ожидал увидеть пользователь, выложивший видео в сеть. Возмущение автора уместно. Все-таки чистота и порядок – необходимость. Тем более в муниципальном учреждении. Особенно возмутили мужчину следы крыс, недавно здесь побывавших. Будьте бдительны, в городе орудуют мошенники. На видео человек, притворившийся дворником, продает пожилой женщине старинную монету, которую якобы только что нашел. Сувенир обошелся бабушке в 600 рублей. Такие дворники в каждом городе есть, пишут в сети. Будьте внимательны. Ну, действительно, внимательным надо быть всегда. Ты не сталкивалась с такими мошенниками? Нет, не сталкивалась, к счастью. Но, конечно, зарекаться не стоит никогда. Никогда не стоит. Интересная новость есть. У меня коротко доложу вам, дорогие друзья. Дело все в том, что президент Российской кинологической ассоциации предложил теперь, прежде чем заводить домашнее животное, сдать экзамены, посвященные знанию психологии животных, знанию элементарных, скажем, навыков ухода за ними и психологии животных. Поэтому, вот, будьте готовы. Если вы вдруг хотите завести собаку, сдайте сначала экзамены. Ну, а следующий наш сюжет посвящен собаке, которая ищет дом. Об этом прямо сейчас. Чуткая, уникальная Джули ищет дом. Послушная, умная, способная в дрессировке. Возьмите, никогда не пожалеете. С ней приятно общаться. Она любит людей. Звоните. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Ну, вот такую важную тему я бы хотела отметить, что наш телеканал начинает отмечать важный юбилей. 75-летие освободения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. И в связи с этого телерадиокомпания «Крым» совместно с актерами русского драматического театра имени Горького подготовили серию тематических роликов. Ну, которые мы теперь показываем в эфире. И вот один из них. «Крым» «Крым» Не прожить, как без махорки, от бомбежки до другой, без хорошей поговорки или присказки какой. Без тебя, Василий Теркин. Вася Теркин – мой герой. А еще иного пуще не прожить наверняка. Без чего? Без правды сущей. Правды прямо в сердце бьющей. Да была б она погуще, как бы не была горька. Вот и все. А что, пожалуй, это книга про бойца. Без начала, без конца. Почему так без начала? Потому что сроку мало начинать ее сначала. Почему же без конца? Просто жалко молодца. С первых дней годины горькой. Тяжкий час земли родной. Не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе. Чем твоей обязан славе? Чем и где помог ты мне, повстречавшись на войне? Делу время, час забаве. Дорог Теркин на войне. Очень трогательная. Очень проникновенные слова, я бы сказала. Цепляют зад. Вардовский всегда умел поразить человечество прямо в самое сердце своими словами. И исполнение тоже очень такое, да, скажи, серьезное, глубокое. Я всегда удивлялся, как актеры заучивают такие огромные тексты. Ведь это вот отрывок, он еще относительно небольшой, ведь целые спектакли люди учат, и наизусть. Это точно. Но сейчас давай перейдем к другой теме. Перейдем к теме улиц Симферополя, где сейчас находится наш корреспондент Татьяна Балыкина. Дело все в том, что, к сожалению, сейчас связи нет. Нет, интернет, как всегда, показывает... Подводит нас. Подводит. Но дело, сами понимаете, житейское. Ну, раз уж затронули тему улиц, давайте о них и поговорим, собственно. Дело все в том, что, видимо, во знаменовании 75-летия Победы власти очень активно, коммунальщики в частности, готовятся. Готовят наши улицы, приводят их в порядок, приводят их в чистоту. И вот, например, есть у нас такой регион между Московским кольцом, площадью Московской, и Привозом. Там находится рынок, а после этого огромный бесхозный участок земли. И вот власти обещают его привести в чувство. В самое ближайшее время сделать там настоящий парк. Розариум даже, насколько я слышала. Абсолютно верно. Высадить там розы, высадить цветы. И все это обещают быть... Мне показывают волшебные приборы, что есть интернет и есть связь с нашим мобильным корреспондентом, который прямо сейчас находится на улицах Симферополя. И наверняка готов рассказать. Татьяна, вы с нами? Доброе утро, коллеги. Я нахожусь в сквере возле Салдира. Сейчас уже очень ярко светит солнышко. В принципе, на улице я бы не знала, что тепло, но достаточно свежо. Температура воздуха, по прогнозу синоптиком, сейчас примерно плюс 4 градуса. Наверное, так и ощущается. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Днем температура поднимется до плюс 10-12 градусов. Кстати, вот обратите внимание на Салгир. И у меня есть еще одна хорошая новость. Кроме того, что, конечно, днем потеплеет. В общем, в администрации города решили, что в мае уже очистят русло реки Салгир. Это замечательная новость. Мы все это давно ждем. Кстати, вот эти ограждения старенькие тоже совсем скоро поменяют. В этом году из 14 километров, это протяженность Салгира, благоустроят 8, что не может нас тоже, конечно же, не радовать. Вчера Наталья Маленко встретилась с общественниками и представила им образцы будущего нового ограждения. Выбирают пока что между двумя цветами. Это серый и черный. Ну, конечно, нам уже всем интересно, что это будет. Интересно, как будет выглядеть обновленная набережная. И также сейчас уже на госзакупках можно найти аукцион. На этом аукционе можно найти аукцион. И администрация города выбирает подрядчиков, которые будут этим всем заниматься. Выделено почти 500 миллионов рублей. Коллеги, я вам передаю слово. Что вы скажете на это? Спасибо. Ну, я надеюсь, что нас тоже смотрят подрядчики, и они сейчас заинтересуются этой темой, потому что очень многие сравнивают этот забор с беззубой челюстью. Ну, просто действительно, как будто бы нет зубов. Такие ряды пустые. Это повод, конечно, создать смешное видео и разместить его в интернет. И вот наши коллеги, корреспонденты создали целую подборку интересных видео из интернета, которые мы покажем вам прямо сейчас. В Краснодарском крае расширили дорогу. Видимо, чтобы водителям было удобнее объезжать ямы. Но почему-то разметку нанесли примерно в метре от самой трассы, на обочине. Покрасили землю, грязь и даже лужи. На записи хорошо видно, как краска растеклась в мутной воде. Бег с препятствиями. Пешеходный переход в городе Хасавюрт, республики Дагестан. Местных жителей нисколько не смутили заграждение и красный свет. Молодые люди, будто профессиональные паркурщики, с легкостью перелезли через забор. Интересно, на другой стороне перехода такая же ситуация? Бегать по лужам весело в любом возрасте. На этом видео папа с ребенком в припрыжку несутся по воде. Причем отец точно копирует поведение сына. А почему нет? Стиральная машина сделает свое дело, а вот эмоции бесценны. Просторы интернета охватил массовый флешмоб. Но если раньше шутка была завязана на куске сыра, то теперь в ход пошли огурцы из гамбургеров. Что ж, без влажных салфеток героям роликов не обойтись. Подрезали военные, комментирует автор следующего ролика. Тули, автомобилист, попал в колонну военной техники. Пользователи сети шутят, что только у нас можно оказаться в пробке рядом с танком и БТРом. Правда, потом что-то пошло не так. Водитель не пострадал. Чего не скажешь про его телефон. И снова трасса. Автор видео возмущен неадекватным поведением водителя бензовоза. То влево свернет, то вправо, то на обочину. Но такого поворота не ожидал никто. В один момент машину занесло, и она перевернулась. Очевидцы сразу вызвали скорую. Надеемся, никто не пострадал. Вот такое недоброе утро ожидало хозяина этой машины. Уж не знаем, что он сделал этому человеку, но намерения у него серьезные. Первая попытка пробить топором крышу авто оказалась неудачной. Орудие просто отскочило от корпуса. Но мужчина был настроен решительно и довел дело до конца. Домашние животные непредсказуемы. Никогда не угадаешь, как поведет себя четвероногий друг в обычной бытовой ситуации. Казалось бы, хозяин просто хотел погладить питомца, чем сильно напугал пушистого. Сиамский кот подпрыгнул на месте и еще какое-то время приходил в себя. Могущество природы завораживает и пугает одновременно. В Дагестане сошла лавина. Снежные глыбы, как струи водопада, несутся по склонам гор. Очевидцами стали несколько человек из разных локаций. Заблокированы дороги к трем населенным пунктам. По предварительным данным, никто не пострадал. У меня же холодно стало, глядя на это видео, последние кадры, где так много снега. У нас уже солнце, у нас уже тепло. Абсолютно верно. Нас радует теплая весенняя погода. Я предлагаю прямо сейчас обратиться к веб-камерам, которые покажут реальное положение дел на улицах Симферополя и не только Симферополя. Итак, площадь имени Ленина. Как мы видим, она залита солнцем. Пока движения активного на дороге еще нет, люди еще не совсем спешат на работу. Но совсем скоро наступит час пик, когда все массово ринутся к своим рабочим местам. Но стоит отметить, что я совершенно не вижу людей на площади. Не знаю, что случилось, может быть, как-то обходят ее. Но машин уже достаточно много, хотя стоит отметить, заторов нет. Это радует. Сейчас еще ранее, и люди не совсем еще проснулись. Некоторые, по крайней мере, в отличие от нас с тобой, некоторые могут себе позволить поспать до 8 часов утра, чтобы к 9 быть. Ну, кстати, вот я думала тоже на эту тему, что все-таки мы работаем для людей, которые обладают типажом жаворонок, да, или совы, которые еще не успели лечь спать к этому времени. Наверное, все-таки жаворонков больше среди наших. А лично ты к какому виду птицочеловеков относишься? Ну, сегодня я жаворонок. Как только закончится наша смена, я стану совой. Ну, правда, я не знаю, вот люди, которые спят до 9, до 10, это считается сова или кто? Я не могу сказать точно, потому что у нас сложный график биоритмов наших, но есть некая промежуточная форма, кажется, голуби называются, которые могут и так, и сяк. Но я предлагаю обернуться к следующим городам, которые тоже нас наверняка порадуют своими прекрасными видами. И сейчас я хотел бы показать нашим зрителям город. Интересно, что же ты хочешь нам показать? Самый красивый, самый большой город. Ой, я сразу отгадала этот город. Вот интересно, наши зрители сразу бы поняли это место, конечно же, если не говорить о самих жителях. Конечно, по прекрасной брусчатке, по великолепному памятнику мы узнаем Севастополь. Севастополь, да. И портовые краны вдалеке. И видим, как работают коммунальные службы. Много дворников, которые убирают, готовят улицу, площадь для того, чтобы люди, идя на работу, было им приятно видеть такую чистую площадь. Дело даже не только в этом. Весна пришла весне дорогу. Именно весна – это та пора, когда необходимо проводить все садово-парковые работы, обрезать деревья, пока еще столько движения не началось. И мы видим, как вечно зеленые кустарники подстригают садовники заботливо. Это прекрасное начало дня, по-моему. Да, но стоит отметить, что в Симферополе тоже готовятся к разным мероприятиям. И я знаю, что около 160 дворников каждый день выходят на работу. Очень многое считают для нашего города. Ну, то есть нормальная цифра, нет. Нормальная цифра. И убирают каждый день, подготавливают город, чтобы нам было приятно по нему ходить. А вот еще один город. Это уже прекрасная чистая главная площадь. Это Керчь. Город-герой тоже. И снова мы видим не слишком многолюдное пространство. Люди еще, видимо, не все проснулись, не сильно спешат на работу, но машины... Нет, дело в том, что они не проснулись. Просто все смотрят сейчас наш эфир, не могут оторваться от экранов. И даже, может, из-за этого опаздывают на работу. Правильно делают, потому что мы рассказываем самые интересные и актуальные новости, которые произошли. Давайте еще к одной площади обернемся и поспешим к следующему сюжету, который тоже... Еще одна площадь, секундочку, я ее постараюсь подключить. Потому что мы же знаем, что интернет коварен. Это город... Я, честно говоря, не узнаю, Саша, ты подскажешь нам? Это Евпатория. Евпатория. Кстати, я там была вчера. Не раскрывай все секреты. Да, не буду раскрывать, хорошо. Наши корреспонденты очень много и часто путешествуют и готовят интересные сюжеты. И вот следующий сюжет как раз подготовила наш корреспондент Алиса Тарьян. И она вас порадует многими интересными фактами. Сюжет прямо сейчас. Херсонес исследуется более чем 190 лет, но каждый год историки сталкиваются с новыми открытиями. Сейчас здесь работают и местные археологи, и группа ученых от музея Эрмитаж. Из интересных находок это кресты, энкалпионы, предметы, культовые предметы, бронзовые, интереснейшая керамика. Керамика. Ну, собственно говоря, те предметы, которые составляют иллюстрацию к теме жизни и быт Херсонеса в византийскую эпоху. В основном в городе строили двухэтажные здания. Во времена античности их окружали благоустроенными внутренними двориками, в которых до сих пор стоят кормушки для скота. В Херсонесе открыто было где-то до 7 продольных и около 20 поперечных улиц. Город строился по плану. Основой планировки являлась сеть прямых улиц, составлявшая примерно равное кварталу. И эта особенность сохранилась в Херсонесе до конца его жизни. Средневековая улица повторяет контуры античные, как и стены домов, где древние сооружения служили фундаментом последующим. При строительстве вместо цемента использовали земляной раствор. Позже стали делать известковые с примесью песка и толченой керамики. Туда же подмешивали куриные яйца. А вот керамика, которую мы видим, это не древневековая примесь, это следы реставрации. Гуляя по Херсонесу, видим туманный маяк. Один из самых узнаваемых символов Крыма. Этот колокол был вылет в 1778 году. Он даже успел побывать во Франции. Во время Крымской войны Франция его забрала к себе в качестве трофея. Он стоял в соборе Интердам-де-Пари. Но, к счастью, перед Первой мировой войной его вернули, и он занял свое законное место. Его громкий звон в плохую погоду служил ориентиром кораблям. За эту особенность его еще называют звуковой маяк. Но вернемся к улицам Херсонеса. В доме рыбака на полу сохранились желоба для перегонки алкогольного напитка. Вино и рыба были основными продуктами в древнем городе, за стенами которого сразу начинается море. Херсонес переводится как полуостров. И действительно, с трех сторон Херсонес окружает море. Поэтому это оправданное название. Было несколько Херсонесов в древности, потому что слово подходило для названия для многих городов. Но Херсонес, который здесь у нас в Крыму, со временем стали называть Херсонес Таврический. Но это уже название, можно сказать, современное. До наших дней сохранились первобытные бюллетени для голосования. Остраконы. Это глиняные черепки с выцарапанным именем. У Херсонеситов был демократический строй общества. И они сами избирали достойных граждан. И снимали с должности провинившихся. Чтобы вступить в городскую общину, давали клятву. Ее текст почти полностью сохранился на древней плите. Отсутствует только фрагмент заключительной фразы. В присяге, кроме главной греческой триады богов, Зевса, Геи и Гелиуса, упоминается богиня Дева. При завоевании земель греки с уважением относились к местным божествам. И даже со временем поклонялись некоторым из них. Дева – яркий тому пример. Изначально она была покровительницей Тавров. К сожалению, самого храма, здания не сохранилось. Сейчас мы видим вот эту средневековую застройку. Но мы с вами видим большой двор, а в центре его жертвенник. Жертвенник представлял собой такую ступенчатую конструкцию с такой платформой в центре, на которой приносили в жертву животных. И сжигая его, считалось, что жертвенный дым достигает Олимпа, и боги становятся более милостивыми. Херсонес прекратил существовать в 13 веке. По одной из версий историков, город сгорел от большого пожара во время татаро-монгольского нашествия. Алиса Троян, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Доброе утро, друзья! Мы продолжаем наши эфиры. Впереди еще целый час для обсуждения многих интересных тем. А с вами сегодня Салья Салямова и Александр Ткачев. Мы работаем в прямом эфире сразу на двух телеканалах. Первый – Крымский и Крым24. И рады приветствовать всех тех, кто уже с нами проводит первый час, и кто только что к нам присоединился. И для вас Салья подготовила самые интересные и актуальные новости. Но для начала я бы хотела сказать, отметить, что узнала, что, оказывается, будущие космонавты должны пройти очень сложные испытания. Им нельзя спать в течение 64 часов. Представляешь, Саш? Я бы не справился. Я бы тоже не справилась. Хорошо, что мы не космонавты, и поэтому у нас есть возможность выспаться, чтобы вам поднимать настроение. Но и, конечно же, в первую очередь информировать о тех событиях, которые происходят у нас в Крыму и в Республике. Ну, а в этом мне помогут мои коллеги-корреспонденты. Они своими глазами видели многие события, которые и легли в основу сюжетов. Но о них далее. Покажут ли в кинотеатре «Симферополь» фильмы? Что будет с недостроем в парке Шевченко? И устоит ли дом Арента Ребеца? В центре крымской столицы памятники архитектуры. Не до конца возведенные здания простаивают годами. Почему исторические объекты не украшают облик города и стоят без дела? В сердце Симферополя узнавала Анна Нечуговская. 25-й дом на улице Карла Маркса значился в списках домовладений с 1858 года. Сейчас фасад здания почти не узнаваем. Некогда памятник градостроительства и архитектуры. Сейчас руины. Здесь проросли даже деревья. Ни окон, ни дверей нет, ни то что потолка. Здесь не осталось даже крыши. Груды, камни и трещины в стенах. Здание в центре города словно после бомбежки. Но оно до сих пор представляет историческую ценность. Это объект культурного наследия регионального значения. Уже много лет оно стоит, очень много лет. Здесь все-таки гимназия. И вот это вот. Мы думаем, что-то будут реставрировать. Относимся хорошо, пускай заменяют его. Конечно, надо реконструировать. Некрасиво, когда в центре такое творится. Да и вообще. Находиться здесь небезопасно. Но, судя по надписям и мусору, гости приходят часто. За собой не убирают бампер, шины, бутылки. Грязь не только внутри. Свалка рядом с забором. Судьба этого дома остается неизвестной. Ответа в администрации города не дают. Зато ясно будущее кинотеатры «Симферополь». В последние годы здесь проводили выставки, ярмарки. Но кино показывали все реже. Сейчас о предназначении здания напоминает только вывеска. Что бы вы хотели, чтобы было бы в этом здании? Да там кино, что тут еще можно. Тут написано кинотеатр. Хороший был кинотеатр. Здесь можно сделать хороший патриот-центр. Тем более в центре города. Еще полгода назад сюда пробирались подростки и люди без определенного места жительства. Сейчас здания охраняют и все окна закрыты. В администрации города планируют, как и полвека назад, крутить здесь киноленты. Идут переговоры с потенциальными инвесторами. Наши условия при рассмотрении любого инвестпроекта – это сам кинотеатр, это кинотеатр и досуговый центр для молодежи. Хочется, чтобы инвестор понимал, что мы согласны, чтобы в центр города зашел человек, который в том числе и какие-то свои интересы будет преследовать. Но основное – это интересы горожан. Сейчас администрация выбирает лучшие предложения. Решается судьба и недостроя в парке Шевченко. Возмущаемся вот этим построенным зданием. Уже много лет стоит этот недострой. Сначала сеткой был загорожен, теперь вот этим загородили. Ну что это за красота в парке? Наталья Маленко рассказала, для этого здания тоже ищут инвесторов. Это место будет для досуга, возможно, детское кафе. Анна Нечуговская, Алексей Романов, Игорь Сюткин. Новости 24. Запрет на строительство, изменение ландшафта и использование химикатов. Теперь эти ограничения действуют в восьми новых охранных зонах памятников природы. Их установил глава республики Сергей Аксенов. Особо ценные леса, гроты и пещеры находятся в разных регионах полуострова. В каком состоянии они сейчас, оценил Дмитрий Попов. Зачистка ствола, загнивание, здесь запущенный вариант. Весна. Время приводить растения в порядок. У садовника Веры Горбатюк в детском парке много хлопот. На очереди дуб Дулицкого. Последний раз его обрабатывали три года назад. Можете обратить внимание, с синей краской обработаны у нас большие ветки. Ну, так по мелочи вот сейчас обрезаем. Дуб попал в список памятников природы республиканского значения. Этот род деревьев растет медленно, годами и даже веками. Поэтому определить его возраст трудно. Этому дубу сто лет. Я думаю, он такой, древний. Дет триста я бы дала. На самом деле, ему пять веков. И это не предел. Дуб еще в расцвете сил. В природе такое дерево может расти тысячу лет. В высоту достигать 20-этажного здания. Это в два раза меньше. И растет оно сейчас в основном в ширину. Обхват 5 метров. Отныне это зона охраняемая. Рядом нельзя возводить любые сооружения. Запрещено использовать для обработки химикаты. Сейчас дерево задекорировано. По этому поводу руководство парка ведет переговоры с профильным министерством. Проясним для себя ситуацию. Можем ли мы оставить вот эти красивые шары, декоративную подсветку, русалочку. Позволительно ли это в контексте охранного дерева. В список охраняемых зон попал и волчий грот возле села Донского Симферопольского района. Пещера карстового происхождения. Археологи предполагают, что это место стоянки первобытных людей. Обзор из грота хороший. Вход узкий и незаметный. Прятаться здесь было удобно. А вот на тесноту наверняка люди, которые проживали в этой древней квартире, не жаловались. Ведь ее глубина 15 метров. Долго жить в таких условиях было неудобно. Слишком холодно. Во время раскопок здесь обнаружили кострища. Останки животных, в том числе мамонтов, древние орудия труда. Специалисты предполагают, в гроте мог быть цех по их изготовлению. Оставляют здесь о себе следы и современники. Например, здесь был Коля. Видимо, он хорошо покушал. А если пройти чуть дальше, можно насладиться современной живописью 2000-х годов. Я бы назвал эту картину охота на слонов. Теперь охотиться будут на таких творцов. В охраняемой зоне это наказуемо. Любой ущерб памятнику природы карается штрафом. Для физических лиц от 4000, для юридических лиц от 300 до полмиллиона рублей. На территориях охраняемых зон разместят предупреждающие знаки. Эту работу проведут в ближайшие месяцы. Виндрий Попов, Алексей Староженко, Новости 24. Ну, а я продолжу вас информировать о главных событиях полуострова. Вот сегодня, например, пройдет в Ялте Всероссийская научно-практическая конференция, на которой будет присутствовать глава Крыма Сергей Аксенов. Он ее будет, собственно, открывать и вести. И прямую трансляцию вы можете увидеть на наших телеканалах. Наши корреспонденты тоже будут о ней сообщать, информировать в прямом эфире. Ну, а мы, дорогие симферопольцы, проинформируем, что в эту субботу, 6 апреля, состоится массовый субботник. Субботник будет посвящен уборке тех мест, которые издавна, скажем, нам напоминают о событиях 75-летней давности. Я имею в виду памятники Великой Отечественной войне. Памятники должны будут привести в порядок, убрать их, вырвать излишний мусор растительный, восстановить их по мере возможности. И призываем всех вас, кто неравнодушен к истории и внешнему облику родного города, поучаствовать в этом мероприятии. Ну да, я бы хотела добавить, что 6 апреля, собственно, и пройдет этот субботник на воинском кладбище по улице Старозенитная. Кстати, я, когда была школьницей, тоже принимала участие активно в субботниках, конечно, наверное, не по своему желанию. Но сейчас я не жалею, что тогда учителя нас заставляли ходить на субботники. И считаю, что это очень правильное мероприятие. Как раз-таки на этом воинском кладбище мы и убирались. Хотя, если честно, в то время оно меня пугало, потому что для ребенка все-таки кладбище – это и есть кладбище. Ну что же, такие вот мероприятия пройдут в субботу. Ну а сегодня тоже много чего интересного происходит на подмостках театральных Крыма и в кинотеатрах. И об этом следующий материал. Сегодня в Крымском Академическом Русском Драматическом Театре имени Горького комедия «Осторожно, тетки». События разворачиваются вокруг двух симпатичных пенсионерок в старинном особняке в центре провинциального городка. Они пекут пирожки, ждут в гости племянника. И вдруг в их жизни начинают происходить удивительные события. Какие? Узнаете в 19.00. Продолжительность спектакля 2 часа 35 минут. В кинотеатрах премьера. Приключенческая комедия «Шазам». 14-летний подросток Билли Бэтсон становится супергероем во взрослом теле. Чтобы перевоплотиться, нужно всего лишь произнести заветное слово «Шазам». В душе он все равно остается ребенком, и чтобы сразиться со смертоносными силами злого доктора, ему придется обрести контроль над своими способностями. Время сеанса вы можете выбрать сами. На большие экраны выходит мультфильм «Потерянное звено». Исследователь мифических персонажей Сэр Фрост находит настоящего Йетти, то самое недостающее звено, что связывает человека с его предками. Дружелюбный великан – последний из своих сородичей. Удастся ли пушистому обрести семью? Время сеанса вы можете выбрать сами. Трогательная сказка от легендарного Тима Бертона. Дамбо – необычный слоненок с большими ушами. Повод для шуток оказывается подарком судьбы. Малыш умеет летать. Предприимчивый директор цирка, желая заработать, делает его главной звездой. Какие тайны и опасности скрываются под куполом сказочной страны? Смотрите на большом экране. Ну что же, без долгих прелюдий и интродукций предлагаю обратиться к теме цен на топливо. Итак, мы же знаем, что основные виды топлива постоянно меняют свою цену. И это несколько иногда дестабилизирует положение финансовое наших крымчан. Но чтобы вы были уверены в себе, прямо сейчас я сообщу самые актуальные ценники. Итак, газ – 27 рублей 96 копеек за 1 литр. Дизельное топливо – 51 рубль и 32 копейки. 92-й бензин – 47 рублей 21 копейка. 95-й – 50 рублей 42 копейки. И 98-й – традиционно самый дорогой – 56 рублей 59 копеек. От темы топлива предлагаю переключиться к темам валют, которые тоже нестабильны в своем курсе и постоянно сдвигаются. Итак, доллар на сегодня равняется 65 рублям 47 копейкам. И за последние сутки он подрос порядка 30 копеек. А вот евро, наоборот, сдал позиции порядка 10 копеек. 37,73 рубля и 31 копейка за 1 единицу евро. Таковы курсы валют на сегодня, которые объявил Центробанк. Ну, а я от курса валют, Саш, предлагаю перейти к новостям интернета. Вернее, что именно там обсуждают сейчас такую тему, что непривитые от кори и не болевшие этим заболеванием учителя, врачи, воспитатели в детских стадах должны быть отстранены от своей работы. И, конечно же, сегмент интернета разделился на «за» и «против». Вот ты как считаешь? Я, конечно же, за, потому что я неоднократно об этом говорю в своей радиопередаче, которую уведу, и которая, кстати, сегодня на радио «Крым» будет в 19.00, что прививки – это одно из величайших достижений современной науки. Наверное, высочайшее достижение медицины в целом. И касательно кори, кори – это то заболевание, которое, в общем-то, как бы излечимо, но оставляет, может оставить очень тяжелые последствия. То есть прививка делается единожды, ее хватает в среднем на 10 лет, поэтому прививаться от кори нужно регулярно, и это мы вам искренне рекомендуем. Но действительно, благодаря прививкам удалось избавиться от очень многих страшных болезней, которые совершенно исчезли с лица земли. Но вот мне интересно, почему все-таки вызывает достаточно много споров сейчас тема прививок. Вот непонятно, хотя действительно случаи в коре участились у нас в Крыму, и уже 101 заболевший. Ну, дело в том, что для меня, например, загадка, почему я не могу уяснить в своей голове ни одного довода, почему это может быть плохо. Ну, апеллируют, дескать, это снижает иммунитет, естественно, хотя, в общем-то, это абсолютно не так. Но что говорить, мнение много разных. Кто-то считает, что земля плоская, и тут уж осуждать, наверное, не стоит. Кстати, да, есть даже целая группа людей, которые сейчас доказывают, что земля якобы плоская. Ну, вот нужно сказать, что первые симптомы кори – это появление сыпи. Начинается она, кстати говоря, с ротовой полости. Это первый признак маленьких извязвлений внутри, на щеках. Называется пятна филатого коплика, если совсем уж внедряться в науку медицинскую. Но это часто выкладывают в сеть и показывают, как они выглядят. Наши корреспонденты, конечно, не вникали в медицинские подробности, но собрали актуальные видео из интернета в рубрике «Крым». Прошу прощения, новости интернета. И сейчас мы вам ее покажем. Серьезная авария случилась на мосту над Евпаторией. По неизвестной причине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. От удара о фуру передняя часть машины разлетелась на куски. По словам очевидцев, есть пострадавшие. Столкновение не удалось избежать и на Белогорской трассе, около поселка Крымская Роза. По всей видимости, на этот раз дорожное полотно не поделили два большегруза. Информации насчет пострадавших пока нет. В сети по этому поводу разгорелся настоящий спор. Одни пишут, что трасса неудобная и аварийная. Другие пеняют на невнимательность и безответственность водителей. Берегите себя и окружающих. Ямы на дорогах – актуальная для полуострова тема. Правда, теперь это касается еще и пешеходных зон. В сеть попали фото разбитого асфальта в Гагаринском парке. Интересно, что послужило причиной такой недолговечности покрытия, пишут пользователи. Куча мусора на полуоабонентского отдела. Не такую картину ожидал увидеть пользователь, выложивший видео в сеть. Возмущение автора уместно. Все-таки чистота и порядок – необходимость. Тем более в муниципальном учреждении. Особенно возмутили мужчину следы крыс, недавно здесь побывавших. Будьте бдительны, в городе орудуют мошенники. На видео человек, притворившийся дворником, продает пожилой женщине старинную монету, которую якобы только что нашел. Сувенир обошелся бабушке в 600 рублей. Такие дворники в каждом городе есть, пишут в сети. Будьте внимательны. Таковы были новости крымского сегмента интернета. Но я хочу сказать, что с такими вот мошенниками, которые торгуют псевдо-стариной, я сталкивался очень часто в Стамбуле. Они очень любят всякие старинные ключи, ручки, фонтаны продавать за старинные. Хотя сделаны они буквально вчера в ближайшие подворотни. Но я хочу сказать, это не только в Стамбуле, это везде в курортных городах, где очень много бывает туристов, конечно же, пытаются им, так сказать, втюхать что-нибудь, ну, якобы выдавая за старинные предметы, за ценные предметы. Это не только в Стамбуле, поэтому будьте внимательны. Но чтобы люди сами подходили и предлагали тебе что-то купить средь бела дня, такое я, конечно, вижу впервые. Называется легкий навязчивый сервис. Ну, кстати говоря, прямо сейчас наш корреспондент мобильный, Татьяна Балыкина, находится в Симферополе, и надеемся, что ей никто не пристает с такими предложениями. Коллеги, до следующей локации мы, в принципе, добрались без проблем и уже даже припарковались. Мы находимся на Киевской, 114, здесь стихийная парковка, которую, кстати, скоро уберут. Но для начала я вам расскажу о пробках, потому что на площади Копешева мы простояли минут 5-7, но самое большое скопление машин сейчас именно по направлению к центру города, на въезде в город. Потому что уже от площади Копешева до площади Московской мы добрались без особых проблем. Там не так много машин, но большое скопление также сейчас на улицах Ленина, на Русской, на проспекте Победы. Все куда-то едут, спешат, скорее всего, на работу. Но сегодня, вот за все время, которое я выхожу в эфир, ну, наверное, одна из самых больших пробок, как мне показалось. Вот, смотрите. Теперь я вам расскажу о стихийной парковке. Киевская, 114. Здесь место, конечно, не очень ухожено. И администрация города решила, что здесь все благоустроят. Уже до этого июля высадят кусты роз. Это личное распоряжение главы города, администрации, главы города Натальи Маленко. В общем, здесь будут кусты роз. Здесь будет, можно сказать, место для отдыха, такая красивая зеленая зона. А так как это будет рядом с дорогой, все-таки приятно, что чуть-чуть больше станет хорошего чистого воздуха. Ну, посмотрите, я считаю, что это, конечно, безобразие. Потому что сейчас здесь просто земля, здесь неудобно ходить. Здесь место для парковки ничем не огорожено. Просто, можно сказать, земля и ямы, раскатная территория. И очень хотелось бы, конечно же, чтобы до июля уже здесь все сделали. И была красота, чтобы гости и жители столицы смогли приходить отдыхать, сидеть на лавочках. Наслаждаться запахом роз. Ну, несмотря даже на то, что будет находиться эта зеленая зона рядом с дорогой. Все-таки хотелось бы побольше таких вот зеленых зон в городе. Поэтому мы ждем и с нетерпением, конечно же, хотим увидеть, что из этого получится. Коллеги, передаю вам слово. И нам уже пора ехать дальше. Удачи вам в этом, Татьяна. Ну, вот сразу видно, что наша Таня, она все-таки больше пешеход, потому что называет парковку стихийной. И многие водители сказали бы, нет, это парковка, я же вынужден где-то останавливаться. Это не стихийная, и начали бы с ней спорить, если бы они там сейчас находились бы. А я хочу повторить выражение известного блогера, который занимается урбанистикой, то есть благоустройством городов. Города, они созданы не для машин, а для людей, в первую очередь. И парковка, это личное дело каждого водителя, где машину оставлять. Это не должно беспокоить горожан. Нет, Саш, я с тобой не соглашусь. А если они оставят где-то посреди дороги машину? Ну, значит, тогда отправишь наш прав в площадку. Города созданы для людей, и это я искренне так считаю и буду на своем настаивать. Нет, я все-таки с тобой бы поспорила в этом случае, но тогда нам не хватит эфирного времени. Давай не будем касаться этой спорной для нас, оказывается, темы. Кому-то она покажется спорной, кому-то смешной. Но что и говорить, крымчане знают толк в юморе. И вот как раз буквально вчера стартовал чемпионат КВН, который прошел в музыкальном театре. Крымская лига, там принимают участие 19 команд. Ну и, конечно же, главным призом является эта путевка в Сочи, где состоит финальная игра. Кто же туда попадет? Давайте узнаем прямо сейчас. Сегодня стартует новый сезон официальной Крымской лиги Международного союза КВН. Фестиваль распределит участников для дальнейших игр. Зрителям покажут юмористическую борьбу 19 команд. В Астроуме соревнуются команды со всех регионов полуострова. Но вместо того, чтобы облегчить им задачу, мы устроили разминку некоторым. Я вам задам такой вопрос, как быстро выйти замуж и найти мужа. С юмором подойдите к этому? Сейчас, сейчас. У нас очень плохо с разминкой. Да, да, да. Как быстро выйти замуж? И где найти мужа? В нашем случае никак. В Жанко невозможно выйти замуж и найти хорошего мужа. Готовились команды к игре по-разному, но главное с юмором. Женская сборная Таврическая академия имени Вернацкого «Уж замуж не терпешь» только прилетела из Москвы. Кто в вашей команде является генератором шуток? Ирина. На самом деле, каждый человек привносит в нашу работу какие-то шутки, какие-то идеи. Но всем этим процессом руководит наш капитан Аня, через который проходят все эти шутки. Она отбирает что да, что нет. Шутки шутками, но завоевывают зал командой, подтажными нарядами и индивидуальным стилем. Эти костюмы были придуманы давно и вообще у нас как бы коллаборация «Мюзик Сейф» и «Уж замуж не терпешь». Страсти не стихают ни на сцене, ни в кулуарах, но настраиваются на игру все по-разному. Прямо сейчас в гримерке бурно идет обсуждение предстоящей игры. Команда, скажите, пожалуйста, как вы называетесь и волнуетесь ли вы? Мы называемся команда КВН «Да ладно». Ну, естественно, волнуемся. Старт сезона все-таки. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Волнуемся. Да, волнуемся, конечно. Я думаю, что артист перестает быть артистом, если не будет волноваться. Способы побороть волнение перед ответственным моментом у каждого свои. Но в одном участнике сходится единодушно. Именно чувство ответственности помогает достичь наилучших результатов. Скажите, вы, как бывалая КВНщица, есть ли у КВНщиков какие-то приметы? Приметы? Перед игрой чего нельзя делать или что лучше? У каждой команды она своя. То есть каждая команда что-то делает перед игрой, какие-то таинства, возможно. Но чаще всего это не разглашается, потому что это такое очень интимное действие. У меня была примета, что если я перед игрой не покашляю, сильно не покашляю, тогда игра будет плохая. На этой сцене юмор особенный с крымским колоритом. Потешаются и над чебуречными на набережных, и над курортными романами в летнее время. И актуальна даже тема запуска железнодорожной части Крымского моста. В общем, все, чем мы живем, КВНщики отражают в игре. Крым – это в первую очередь новый, скажем так, снова новый регион для России. И мне очень приятно, что на самом деле это не так сильно муссируется, потому что здесь есть своя жизнь, свои темы. Это и курорты, и города, и местное правительство, что тоже интересно. Реформы такие, как у вас подорожали сейчас проезды, например. То есть есть своя актуальность, есть вечная актуальность. Слезят за всем миром и следят за Крымом в принципе, поэтому прикольно. Мы знаем, что Крымский КВН набирает большие обороты и стремительно развивается. Чего вы ждете от сегодняшней игры? В первую очередь я жду позитива. Как говорят, у нас игра удалась. Хочется, чтобы эту фразу в конце сказали все члены жюри. И в целом по развитию КВН я думаю, что мы выйдем на какие-то новые уровни. И крымские команды будут ставлены на самых высоких уровнях, и в том числе в телевизионных лигах КВН. А какой КВН без позитива? Тем более, что на кону такие призы. Частоту юмора здесь зашкаливает. Индикатор этого – зрительские аплодисменты. Для многих команд главная не победа, а участие и возможность развиваться. А для зрителей главный подарок – искрометный крымский юмор. Ольга Литвиненко, Андрей Псом. Утро нового дня. Да, Саша, ну вот ты знаешь, многие люди, они вдруг неожиданно становятся КВНчиками в жизни, несмотря на то, что не относятся к этому совершенно по своей профессии. Просто что-то смешное произошло в их жизни, и это попадает в интернет потом. Так бывает очень часто. Особенно если рядом мобильный телефон, на котором есть камера, и на которой можно запечатлеть смешное событие. Да, и часто такое происходит с туристами, которые, кстати, достаточно в большом количестве посещают Крым. И, например, в этом году ожидаются туристы из Китая и Индии. Более того, ожидаются они в количестве 101 человек, почти как далматинцы. И дело все в том, что это не просто туристы. Это делегации представителей турбизнеса из Китая и Индии. И компания свита журналистов, которая их сопровождает. Они, собственно, приглашены в Крым не просто так, а на туристический форум «Открытый Крым». Да, но я думаю, что в любом случае, приезжая к нам, они смогут посетить какие-то интересные достопримечательности, локации. И, конечно же, все это обязательно попадет в интернет. Поэтому следите за тем, как отдыхают у нас путешественники из Индии и Китая. Правда, те, кто из Китая, наверное, мы не сможем эти видео увидеть. Мы же знаем, что там интернет закрытый. Ну, а у нас, слава богу, пока он еще открыт. И наши корреспонденты сделали подборку любопытных видео из интернета. И об этом прямо сейчас. В Краснодарском крае расширили дорогу. Видимо, чтобы водителям было удобнее объезжать ямы. Но почему-то разметку нанесли примерно в метре от самой трассы, на обочине. Покрасили землю, грязь и даже лужи. На записи хорошо видно, как краска растеклась в мутной воде. Бег с препятствиями. Пешеходный переход в городе Хасавюрт, Республики Дагестан. Местных жителей нисколько не смутили заграждение и красный свет. Молодые люди, будто профессиональные паркурщики, с легкостью перелезли через забор. Интересно, на другой стороне перехода такая же ситуация? Бегать по лужам весело в любом возрасте. На этом видео папа с ребенком в припрыжку несутся по воде. Причем отец точно копирует поведение сына. А почему нет? Стиральная машина сделает свое дело. А вот эмоции бесценны. Просторы интернета охватил массовый флешмоб. Но если раньше шутка была завязана на куске сыра, то теперь в ход пошли огурцы из гамбургеров. Что ж, без влажных салфеток героям роликов не обойтись. Подрезали военные, комментирует автор следующего ролика. В Туле автомобилист попал в колонну военной техники. Пользователи сети шутят, что только у нас можно оказаться в пробке рядом с танком и БТРом. Правда, потом что-то пошло не так. Водитель не пострадал. Чего не скажешь про его телефон. И снова трасса. Автор видео возмущен неадекватным поведением водителя бензовоза. То влево свернет, то вправо, то на обочину. Но такого поворота не ожидал никто. В один момент машину занесло, и она перевернулась. Очевидцы сразу вызвали скорую. Надеемся, никто не пострадал. Вот такое недоброе утро ожидала хозяина этой машины. Уж не знаем, что он сделал этому человеку, но намерения у него серьезные. Первая попытка пробить топором крышу авто оказалась неудачной. Орудие просто отскочило от корпуса. Но мужчина был настроен решительно и довел дело до конца. Домашние животные непредсказуемы. Никогда не угадаешь, как поведет себя четвероногий друг в обычной бытовой ситуации. Казалось бы, хозяин просто хотел погладить питомца, чем сильно напугал пушистого. Сиамский кот подпрыгнул на месте и еще какое-то время приходил в себя. Могущество природы завораживает и пугает одновременно. В Дагестане сошла лавина. Снежные глыбы, как струи водопада, несутся по склонам гор. Очевидцами стали несколько человек из разных локаций. Заблокированы дороги к трем населенным пунктам. По предварительным данным, никто не пострадал. Продолжая тему интернета, я бы хотела сказать, что все чаще там можно увидеть фото и видео, где людям попадаются сыр с плесенью. Не тот деликатес, о котором чаще всего говорят, а как раз-таки очень даже неправильный сыр. И об этом сегодня будем говорить у нас Виктория Александровна Воронова, начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь. Будем, конечно же, говорить о правах потребителей и о том, что можно возвращать, а что нельзя. Доброе вам утро. И сразу хотели бы вас поздравить. У вас недавно был профессиональный праздник. Мы знаем, что этот день был вами отмечен особенно. Были интересные мероприятия проведены. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, но это не только, наверное, наш профессиональный праздник. Это праздник всех жителей Республики Крыма, города Севастополя, потому что каждый из нас является в той или иной мере потребителем. Все мы что-то приобретаем, какие-то товары, заказываем какие-то услуги, выполнение каких-то работ. И, конечно, хотелось бы быть уверенным в том, что нас не обманут, в том, что мы грамотно юридически подкованы, в том, что мы знаем свои права потребителя и можем ими в полной мере воспользоваться. Да, действительно, 15 марта прошел Всемирный день прав потребителей. Вместе с тем, Межрегиональное управление проводило мероприятие в течение всего марта, не только в этот день. Мы проводили и выступления в средствах массовой информации, и встречи с потребителями, так называемые Дни открытых дверей. И, конечно же, была организована горячая линия, непосредственно посвященная тематике Всемирного дня прав потребителей. А в этом году эта тематика была посвящена надежным смарт-устройствам. Как уже и на протяжении нескольких лет, все касается цифровой информатизации, потому что она очень плотно вошла в нашу повседневную жизнь. Конечно же, мы проводили встречи с общественностью в том числе, и проводили семинары, лекции, круглые столы в среднеобразовательных учебных учреждениях. Но я знаю, что вы это не один день проводите. Да, конечно, это постоянно. Круглогодично проходят эти мероприятия. Да, совершенно верно. Вот вы сказали о том, что в этом году темой стало это смартфоны, вообще все эти гаджеты, которыми мы пользуемся. А что именно вас вдруг в них обеспокоило? Ну, скорее всего, не нас обеспокоило, а вообще общественность всемирную. Да, потому что все-таки тематику выбирает Всемирная Организация, Всемирная Организация по защите прав потребителей. Это связано прежде всего с тем, что в том числе и в законодательстве Российской Федерации есть несколько нюансов по поводу возврата такой техники, по поводу обмена такой техники. Хотелось бы сразу сказать, что все смарт-устройства, которыми мы пользуемся, да, это и умные телевизоры, это и умные в последнее время пылесосы, которые сами могут без хозяйки убирать. Вот, конечно, есть нюансы по возврату некачественной техники. То есть потребитель четко должен понимать, что если он купил технику и в ней проявился какой-то недостаток, он может ее либо заменить, либо вернуть денежные средства только в течение 15 дней с момента покупки. А в течение остального гарантийного срока он имеет право на проведение гарантийного ремонта, который не может превышать 45 дней. Ну, да, это правило, кстати, мне кажется, знают многие абсолютно. А вот что касается, если вдруг тебе разонравилась эта техника, ты купил, а модель устарела. Да, то, что касается, например, не то, что разонравилась, да, бывают такие случаи, когда покупается тот же телевизор, и он не входит в ту нишу, для которой он предназначен, например, в квартире или в частном доме. Да, все-таки потребитель это тот, кто приобретает для своих личных нужны, ни в коем случае не связанные с предпринимательской деятельностью. Поэтому, к сожалению, любые смарт-устройства, любую бытовую технику, которую мы используем в быту, ее просто так вернуть нельзя. Если она вам не подошла по размеру, или, как вы сказали, да, она разонравилась по каким-то, может быть, вы где-то нашли более, скажем так, современные технические характеристики, которые вам подходят. К сожалению, если вы пользовались этой техникой, в любом случае, пользовались, не пользовались, ее вернуть нельзя. Вернуть, потому что она входит в перечень тех товаров непродовольственных, которые обмену и возврату не подлежат. Поэтому, прежде чем покупать такую технику, обязательно, это чаще всего, конечно, привязано к тем смартфонам, которыми мы пользуемся. Где-то человек подешевле нашел, где-то с другими немножко техническими характеристиками. Он пытается там в течение 14 дней, он знает, что в течение 14 дней можно якобы вернуть товар, но не весь товар. Вот, к сожалению, смарт-устройство вернуть в течение 14 дней нельзя. Можно это сделать, если он некачественный, и в нем произошел... А вот если заказал по интернету, а товар пришел тебе некачественный или разбился по дороге, здесь же тоже можно, в принципе, вернуть в течение 14 дней. Да, вот по интернету здесь немножко другие правила возврата. Это все-таки связано с тем, что по интернету мы не видим тот товар, который мы приобретаем. Если в магазине, извините, мы его можем, скажем так, пощупать, посмотреть, то через интернет мы можем видеть только на экране своего уже опять смартфона, либо компьютера, что мы выбираем, посмотреть какие-то технические характеристики. Я всегда советую нашим потребителям, прежде чем что-то даже через интернет заказывать, ознакомьтесь, пожалуйста, на форумах, сейчас масса форумов, где есть отзывы об этом интернет-магазине, либо об этой модели, чтобы потом не попадать в просаг. Если все-таки вам, скажем так, прислали не ту модель, да, или вы понимаете, что вы вот не хотите уже ее, то есть до момента получения этой посылки вы можете отказаться в любой момент от ее получения, просто не получать ее на почте, наложено платежом. Никогда не советую вносить предоплату, тем более если она стопроцентная, как правило, это мошенники, вы просто вместо смарт-устройства получите, ну, скажем так, коробку пустую, а возможно, просто деревянную какую-то кубышку, да. Вот, если все-таки вы уже получили, да, и все равно в течение 7 дней вы можете этот товар обратно вернуть, но если вы им не пользовались, то есть если вы поняли, что он вам не нужен, вы им не пользовались, вы не срывали никакие ярлыки, скажем так, не снимали какие-то заводские пленки, то обратно вы можете в интернет-магазин его отправить совершенно. А вот если отказываются принимать, вот неважно, это интернет-магазин, да, или обычный магазин, говорят, все, нет, не принимают. Да, бывают такие случаи, да, но с интернет-магазинами немножко сложнее, как правило, все интернет-магазины находятся за территорией Республики Крым, да, но в любом случае есть четкая гарантия, это судебная защита. У нас создан консультационный центр по защите прав потребителей, каждый день ведется там прием юристами, по живой очереди, то есть без записи можно всегда подойти на набережную 67, в консультационный центр, там абсолютно бесплатно претензию подготовят, если нужно исковое заявление, всегда нужно претензию в письменной форме оформлять. То есть если вам отказывают в устной, не нужно тратить свои нервные клетки, да, можно просто сесть, грамотно написать претензию, если это составляет какие-то трудности, хотя сейчас, опять же, в век интернета массу претензий на любые темы можно найти в интернете, если, опять же, вы не можете, может быть, это связано с тем, что это пожилой какой-то человек, да, который не владеет интернетом, всегда можно подойти к нам, всегда можно обратиться в общественные организации, их тоже масса по территории Республики Крым, который оказывает эту услугу тоже абсолютно бесплатно, напишут претензию, претензию необходимо вручить субъекту хозяйственной деятельности, она пишется в двух экземплярах обязательно, почему, что случилось, да, и что вы конкретно хотите, то ли замену, то ли ремонт, то ли возврат денежных средств, опять же, от ситуации все зависит. Не реагируют в течение 10 дней, если денежные средства просите вернуть, в течение 7 дней, если замену товара, в течение 45 дней, если требуется гарантийный ремонт. В таком случае прямая дорога в суд, опять же, консультационный центр поможет составить исковое заявление, это абсолютно бесплатно, потребители освобождены от госпошлины, при этом потребитель может подать иск в суд по месту своего жительства, поэтому здесь как бы очень хорошо для него, да, если он что-то даже приобрел за территорией Республики Крым, или в другом городе, где он проживает, он абсолютно спокойно в этом городе может быть. Можно я задам? Давай, хорошо. Скажите, а есть какие-то товары, которые, чтобы точно люди знали, вот их возвращать нельзя, их вам не просто нет? Да, их не примут просто назад, это, как я уже говорила, это любая бытовая техника, на которой есть гарантийный срок, который мы используем в быту, да, это автомобили, это периодическая литература, то есть книги, газеты, издания, это ткань, которая продается на метраж, ну, этот перечень, в принципе, есть в свободном доступе в сети интернет, и можно найти, забить перечень непродовольственных товаров, которые не подлежат обмену и возврату, там более 15 пунктов. Интернет, гугл вам в помощь. Действительно, потребители сейчас очень мало знают о своих правах, к сожалению. Ну, не так мало, как они знали 4-5 лет назад. Сейчас уже более продвинутые пользователи. Да, сейчас они более уже знают о своих правах. Спасибо за интересный рассказ, абсолютно уверен, что ваши наставления помогут крымчанам быть более бдительными. Я напомню, у нас сегодня в гостях была Виктория Александровна Воронова, начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Большое спасибо. Ну, а мы двигаемся далее. И далее мы расскажем вам о том, чего же ждать от нашей атмосферы, которая всегда солнечная над нашим полуостровом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот, Саша, вот только что и Виктория Александровна подтвердила, что в интернете очень много мошенников. Ну, ты знаешь, в последнее время они уже выходят за все рамки, потому что если раньше просто требовали деньги, то сейчас вот последний случай такой, где мошенники якобы от лица девушки, которую они взломали, сказали, что у нее умерла мама, и они собирают на похороны. Представляешь, как много людей начало ей звонить соболезнования, какой шок у нее это вызвало. Ну, сначала это новость, она испугалась, а потом, когда люди стали звонить, и каждого надо было успокаивать. В общем, такие темы, я считаю, просто запретные. К сожалению, для таких негодяев запретов нет. Я тоже могу привести историю из жизни, когда звонили моему дедушке и говорили, что меня забрали в милицию, и нужно срочно дать огромную взятку, 20 тысяч рублей, чтобы меня выпустили. Но дедушка у меня не такой простой, как может показаться. И он просто и взял, позвонил мне, я сказал, дедушка, я на работе, все в порядке, и на этом история закончилась. Хотя, конечно, по-хорошему нужно было написать в милицию, потому что таких негодяев нужно изыскивать и наказывать по всей строгости закона. Саша, ну, ты знаешь, мне кажется, тоже существует какая-то градация или мода на мошенничество в каждом году. Они изощряются, придумывают какие-то новые ходы. И многие россияне уже прошли через эти виды мошенничества, когда и машины якобы разыгрывали, и тоже предлагали помочь родственнику, и он попал в тюрьму и так далее. В общем, не ведитесь на это, будьте очень бдительными. Но об этом, кстати, наш следующий сюжет, о том, какие виды мошенничества существуют, как не попасться на крючок этих злоумышленников. Вау, по-моему, я выиграла миллион. Или нет? Кажется, что в такие сказки давно уже никто не верит. Но не тут-то было. В последнее время участились случаи мошенничества через СМС, звонки и сообщения в социальных сетях. Слоумышленники придумывают хитроумные схемы, а доверчивые граждане верят им. История с выигрышем – только один из множества вариантов. Кому-то пишут о приятных денежных бонусах и ценных подарках, другим сообщают неприятные известия, тщательно готовясь заранее. СМСка с просьбой о помощи, предупреждения, что с вашей карты списаны средства, уведомления о странных платежах и переводах. На такую уловку попала и Левиза Люманова. Пишут, пришло сообщение однажды, что «Добрый день, Левиза, ну прям по имени, ваша фотография на такой-то ссылочке». Один раз нажала, потом с моего номера телефона снимали деньги и, получается, отправляли по всем моим знакомым. Ситуацию исправила только замена сим-карты, но потерянных денег это не вернуло. Пытались обмануть и Варвару Горбачеву. Но бдительность не подвела. Обман девушка почувствовала сразу. «Размещала объявление на Авито, и там мне написали, мне неудобно разговаривать через Авито, давайте вот моя ссылка ВКонтакте, давайте там переписываться». Ну, естественно, я не нажала, заблокировала. На следующий день в новостях узнала о том, что это было крупное мошенничество по Краснодарскому краю. Обмануть могут любого. Жертвой подобной аферы стала и дочь Тамары Кнышевской. Она тоже лишилась своих кровно заработанных. Сказали, что отправили какой-то там запрос и неправильно указали свой номер. Ну и сказали, продиктуйте код. Она продиктовала код, а потом, оказывается, денег не стало. Чаще всего цель злоумышленников – деньги. Им не важно, каким способом их получить. Главное, побыстрее, чтобы жертва не успела сообразить, что ее разводят. Взламывают персональные страницы в социальных сетях и делают массовые рассылки по друзьям. Если получают обратную связь, проводят индивидуальную обработку. Защитить себя от обмана можно, только проявив бдительность. Написал друг, попросил денег занять. А я ему задал наводящий вопрос, и он как бы спалился, что это не мой друг. И я, конечно же, ничего не отправил, денег никаких. В соцсетях просили о помощи, скинуть деньги знакомым. Но я сразу понимала, что это какой-то развод, и скорее вскоре эти страницы блокировали. Знакома с такими вещами, и рассказывают, и пишут в газетах, поэтому не реагирую на такие предложения. Моя подруга писала мне, мол, дай мне свой номер, идет смс, кисть мне пароль и все такое. Поэтому дальше, чем дать свой номер, я не пошел. С такими махинациями в наше время сталкивался каждый второй. Под прицел мошенников попадают люди разного возраста. Ведь когда приходит просьба о помощи со страницы близких, сомнения возникают редко. Жертвами аферистов становятся либо пожилые люди, либо наоборот, достаточно неопытные молодые люди, подростки, которые оказываются мишенью для хороших психологов. В случае, если в отношении вас были совершены мошеннические действия, нужно, не откладывая, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить на номер 102. И, конечно, перепроверить информацию. Если звонили или писали со страниц знакомых, не паникуйте, свяжитесь с ними лично. То же самое и с банком, пенсионным, налоговым фондом, любым официальным учреждением. Ни в коем случае не переходите по непонятным ссылкам, которые вам присылают. Никому не раскрывайте персональные данные. Будьте бдительны, тогда и аферисты не смогут вас одурачить. Татьяна Балыкина, Руслан Князев. Утро нового дня. На часах 8.43 это час пик, когда все собираются на работу и самое время поговорить о пробках на дорогах Симферополя. Для этого у нас есть благоспутниковые системы, которые показывают реальное положение дел на центральных улицах Симферополя в частности. Итак, давайте обратимся к центральной части города, к центральной части столицы. И мы с вами увидим, что... Секундочку, маленькая техническая неполадка. Проверяем. А, вот вновь появились все наши условные координаты. Итак, центральные улицы города традиционно в это время переполнены машинами, потому что, разумеется, люди спешат на работу. Итак, улица Шмидта стоит в обе стороны. Улица Ленина до перекрестка с Караимской тоже полностью стоит, причем в обе стороны. Центральные кольца города. Улица Киевская стоит по направлению к площади Куйбышева во всех направлениях. И все улицы, которые стекаются в это кольцо, они все, как видим, красного цвета, заполнены машинами, которые стоят в пробке. Давайте двинемся дальше. Площадь Советская. Как я говорил, от площади Советскую в сторону вверх по Ленина машины стоят очень плотно, и движение фактически остановлено. А по направлению к кольцу все приводящие пути тоже затруднено движение. Давайте посмотрим улицу Севастопольскую, которая тоже является важной транспортной артерией нашей столицы. Итак, движение несколько замкнуто. Мы видим желтый цвет. И вот до парка Шевченко и вовсе стоит пробка по направлению к центру города. Поэтому, дорогие друзья, если вы спешите попасть в центр на работу, то у вас есть только обходные пути. Кстати говоря, улица Толстого, которую тоже часто автомобилисты используют для того, чтобы обойти центральные улицы, которые обычно всегда забиты пробками, она тоже стоит, она, к сожалению, перегружена до перекрестка с улицы Киевской. Ситуация на площади Московской. Мы видим, что Гагарина по направлению к площади Московской, к кольцевой развязке, тоже плотно окружена машинами, и там движение фактически остановилось. Но, к сожалению, такова данность наших дорог. И час пик – это то время, когда все люди спешат на работу. И те, кто спешат или опаздывают, вам надо либо заранее выходить на работу, либо все-таки дожидаться, пока час пик будет пройден. Такова ситуация на дорогах Симферополя. Саш, ну ты знаешь, наверное, в 50-х годах мы будем говорить, да разве то были пробки, да это же были свободные дороги. Дело в том, что именно к этому сроку, к 50-м годам, численность жителей Земли увеличится до 9,5 миллиарда человек. Сейчас 7,7 миллиардов. Вот представляете, на 2 миллиарда возрастет количество жителей Земли. Вот тогда и будут пробки. Ну я думаю, что к 50-му году технологии позволят уже создать летающие аппараты, которые будут доставлять людей по воздуху. Там места, как известно, больше, чем на наших узких дорогах старого города. Ведь Симферополь все-таки город довольно старый, с историей. Поэтому небо над нами свободно, и будем летать на работу. Что же нам остается делать? Ну а я думаю, что сейчас уже самое время совершить тоже небольшое путешествие в Херсонес. Нет, еще боюсь не время, потому что прямо сейчас наш мобильный корреспондент Татьяна Балыкина готова поделиться своими переживаниями от увиденного в центре города. Татьяна, здравствуйте. Да, коллеги, вот мы добрались до следующей локации. Я нахожусь на площади Советской. Вы сами можете видеть, какая пробка на кольце образовалась. По Кирово машины очень двигаются медленно. Я бы даже сказала, что тянутся. Но приехала я сюда совсем по другому делу. Я вам решила рассказать о том, что администрация города уже обговаривает с инвесторами реконструкцию знального кинотеатра. Бывший кинотеатр города Симферополь. Здесь планируется сделать подростково-молодежный центр. Здесь будет кинотеатр и центр для подростков, для молодежи. Развлекательный такой центр. Сейчас проходят уже переговоры с инвесторами, но также можно, если у кого-то есть, у наших зрителей, может быть, кто-то среди вас тоже инвестор и готов вложить деньги в кинотеатр, если есть желание, можно, в принципе, присоединиться еще и выберут, конечно же, тех, у кого будет наиболее интересное предложение. Кроме того, глава администрации города Наталья Маленко сказала, что в любом случае кинотеатр останется в собственности города, даже если инвесторы решат, например, пристроить ресторан или кафе, само здание кинотеатра будет принадлежать городу и никак иначе. Вот. Я не знаю, помнят ли кто-то из вас, может быть, зрители дорогие, был ли кто-то внутри кинотеатра еще, когда он работал, я потому что в городе живу не так давно и, естественно, сколько лет он уже закрыт. Интересно, что там будет. Конечно, нашему городу очень нужно, нужны эти центры развлекательные для молодежи, потому что в нашей стране должна быть максимально развитая молодежь. Нужно, чтобы были какие-то кружки для детей. Кроме того, кинотеатры всегда хорошо, тем более здание такое замечательное. Я уверена, что после реставрации оно будет выглядеть еще прекраснее. Коллеги, вам слово передаю. Спасибо, Татьяна. Очень интересная информация. Я думаю, что так и будет пренепременнейшим образом. Но мы двигаемся дальше, и Алиса Троян, которая создала удивительный сюжет про город Херсонес, уже готова поделиться своими историями с вами, друзья. Херсонес исследуется более чем 190 лет, но каждый год историки сталкиваются с новыми открытиями. Сейчас здесь работают и местные археологи, и группа ученых от музея Эрмитаж. Из интересных находок это кресты, анкалпионы, культовые предметы, бронзовые, интереснейшая керамика. Собственно говоря, те предметы, которые составляют иллюстрацию к теме жизни и быт Херсонеса в византийскую эпоху. В основном в городе строили двухэтажные здания. Во времена античности их окружали благоустроенными внутренними двориками, в которых до сих пор стоят кормушки для скота. В Херсонесе открыто было где-то до 7 продольных и около 20 поперечных улиц. Город строился по плану. Основой планировки являлась сеть прямых улиц, составлявшая примерно равное кварталу. И эта особенность сохранилась в Херсонесе до конца его жизни. Средневековая улица повторяет контуры античные, как и стены домов, где древние сооружения служили фундаментом последующим. При строительстве вместо цемента использовали земляной раствор. Позже стали делать известковые с примесью песка и толченой керамики. Туда же подмешивали куриные яйца. А вот керамика, которую мы видим, это не древневековая примесь, это следы реставрации. Гуляя по Херсонесу, видим туманный маяк. Один из самых узнаваемых символов Крыма. Этот колокол был вылет в 1778 году. Он даже успел побывать во Франции. Во время Крымской войны Франция его забрала к себе в качестве трофея. Он стоял в соборе Интердам-де-Пари. Но, к счастью, перед Первой мировой войной его вернули, и он занял свое законное место. Его громкий звон в плохую погоду служил ориентиром кораблям. За эту особенность его еще называют звуковой маяк. Но вернемся к улицам Херсонеса. В доме рыбака на полу сохранились желоба для перегонки алкогольного напитка. Вино и рыба были основными продуктами в древнем городе, за стенами которого сразу начинается море. Херсонес переводится как полуостров. И действительно, с трех сторон Херсонес окружает море. Поэтому это оправданное название. Было несколько Херсонесов в древности, потому что слово, в общем, подходило для названия для многих городов. Но вот Херсонес, который здесь у нас, в Крыму, со временем стали называть Херсонес Таврический. Но это уже название, можно сказать, современное. До наших дней сохранились первобытные бюллетени для голосования. Астраконы. Это глиняные черепки с выцарапанным именем. У херсонеситов был демократический строй общества, и они сами избирали достойных граждан и снимали с должности провинившихся. Чтобы вступить в городскую общину, давали клятву. Ее текст почти полностью сохранился на древней плите. Отсутствует только фрагмент заключительной фразы. В присяге, кроме главной греческой триады богов, Зевса, Геи и Гелиуса, упоминается богиня Дева. При завоевании земель греки с уважением относились к местным божествам. И даже со временем поклонялись некоторым из них. Дева яркий тому пример. Изначально она была покровительницей тавров. К сожалению, самого храма здание не сохранилось. Сейчас мы видим вот эту средневековую застройку. Но мы с вами видим большой двор, а в центре его жертвенник. Жертвенник представлял собой такую ступенчатую конструкцию с такой платформой в центре, на которой приносили в жертву животных. И сжигая его, считалось, что дым, так сказать, жертвенный дым достигает Олимпа, и боги становятся более милостивыми. Херсонес прекратил существовать в 13 веке. По одной из версий историков, город сгорел от большого пожара во время татаро-монгольского нашествия. Алиса Троян, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Ну что же, самое время присоединиться к нашей новостной редакции, которая примет эстафету за нами. Здравствуйте, Сергей. Саля, Саша, доброе утро. Что у вас сегодня на повестке дня? В ближайших выпусках новостей мы расскажем о задержании главы администрации Евпатория Андрея Филонова. И стоит ли пугаться воя сирен? Очередная проверка системы оповещения населения в Крыму. В течение дня наши журналисты раскроют проблему феодосийской канализации и покажут зоопарк из трех десятков собак в обычной керченской квартире. Все это и многое другое смотрите в выпусках новостей и не переключайтесь. Спасибо большое, Сергей. Хорошего вам эфира. Спасибо большое. Ну, очень интересные новости меня заинтриговали. Обязательно включайте в 9 часов, продолжайте нас смотреть и следите за новостями. Ну что ж, к сожалению, наш с тобой эфир, Саля, подходит к концу, но мы не прощаемся с крымчанами, потому что встретимся с ними завтра. Конечно же. Мы встретимся с вами завтра, а сегодня мы вам желаем хорошего настроения и отличного продолжения этого дня. До новых встреч, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!